Ты компьютерщица, ты же айтишница, ты же все знаешь. Мошенники оптимизируются, они придумывают новые схемы. Инструмент, который мы создавали и реализовывали более трех лет. Давай по чинь-комп, переустанови винду. Это уже, например, неактуально, это не работает. Тяжелый философский вопрос. Можно только так. Всем привет! Меня зовут Ксения Кокарева. Я руковожу командой антифишингов Mail.ru. Mail.ru – это сервис для продуктивной работы, учебы, личных дел. У нас большое количество крутых продуктов. Наша месячная аудитория – около 50 миллионов пользователей, и мы являемся почтовым сервисом номер один в России. И сегодня мы затронем тему того, как же мы обезопасиваем такое большое количество пользователей. Я буду часто употреблять слово «утечки». Здесь и далее я подразумеваю базы взломанных аккаунтов, которые находятся в открытом доступе в интернете. Проблема имеет массовый характер. В последнее время она достаточно актуальна. Например, за 2023 год среди утечек с российскими данными содержится более 77 миллионов уникальных электронных адресов. Я расскажу о том, с чего мы начинали в плане процессов и какого результата мы добились на текущий момент. Более 10 лет назад мы столкнулись с проблемой утечек. Нам не был ясен масштаб, процесса не было никакого. Данные нам поступали из службы поддержки, от коллег. Как сказал масштаб трагедии, был не ясен, но казалось, что действовать необходимо оперативно. Какая же задача перед нами стояла? Есть какая-то утечка, ее необходимо как-то обработать, а затем все это отразить на пользователе, чтобы его обезопасить. Первый процесс выглядел следующим образом. Аналитик выкачивал базу, адаптировал ее, затем прогонял скриптом, который по нашей просьбе написал разработчик. На выходе мы имели список e-mail, чей пароль совпал в момент проверки. На тот момент у нас в почте было какое-то количество блокировок. Одна из них показалась нам достаточно подходящей. И мы стали применять ее на таких списках. Блокировка выглядела достаточно жестко. Происходил сброс всех сессий. При успешной аутентификации пользователя перебрасывало на форум обращения службы поддержки, где ему необходимо было доказать, что он действительно является владельцем аккаунта. После этого ему необходимо было привязать дополнительные данные, резервную почту, верифицировать телефон. В общем, блокировка достаточно была агрессивной. Со временем количество утечек росло, плюс мы добавили процесс по поиску их внутри команды. Нагрузка росла, появилась потребность в каком-то приличном инструменте. Итак, мы пришли к созданию чекера. Он так и назывался чекер. Он имел веб-интерфейс, который содержал название. Чаще всего он совпадал с источником. Время, статус прогона, количество валидных записей, аналитика, который работал с утечкой. Время, когда мы залили утечку, время, когда выставили блокировку. Процесс стал выглядеть следующим образом. Аналитик также выкачал, адаптировал базу. Затем заливал файл в чекер. Там он прогонялся. Мы видели, что статус, что все завершено. Далее мы шли в саппорт, согласовывали, если количество валидных данных было большим. Потому что мы помним, что блокировка жесткая, а соответственно мы растим нагрузку на саппорт. Затем по кнопочке мы переводили утечку в режим блокировки валидной данной. Что было не так в первый и во второй раз? Блокировка была не реалтаймовой. На момент выставления флага пользователь мог сам уже сменить пароль. Тем самым обезопасив себя. Было большое количество согласований, включения человека в работу. Можно больше автоматизировать. Самое важное, что ни в первый, ни во второй раз мы не делали проверку по логину с другими доменами. А также не проверяли схожие пароли. Ну и в целом инструмент имеет какие-то лишние кнопки, похож на светофор. А блокировка на юзера достаточно жесткая. Недовольство растет, а мы все-таки сервис для пользователя. Вывод, что нужен новый, современный, высокотехнологичный инструмент. Так мы пришли к созданию Таноса. Танос — это скрипт на перле. У него мы уже заложили проверку по логину с остальными доменами. Он уже умел мутировать пароль. Например, если в утечке содержался пароль password1, мы обязательно проверим password2, password3 и так далее. Он делал проверку и выставлял блокировку в режиме реального времени. Он также делал проверку по дополнительным данным. Если в аккаунте содержался резервный адрес, например, то мы обязательно проверим такой и схожий с ними пароли у него. Он был быстрее и уже содержал разные виды блокировки. В этот момент мы уже перешли к более мягким мерам и выделили свои блокировки. Процесс работы с Таносом выглядел следующим образом. Аналитик также выкачивал, адаптировал базу. Затем на тестовой выборке рандомной делал прогон, чтобы понять количество валидных данных в утечке. Затем мы снова шли и согласовывали в support. Согласовали, закинули все в Танос. Все, смотрим, наблюдаем, расслабляемся. Какое-то количество времени мы успешно справлялись с проблемой, но нагрузка дальше продолжала расти. Мы понимали, что количество обнаруживаемых нами утечек больше, чем мы успеваем обрабатывать. И что нужно подходить к проблеме иначе. И бороться не только лишь с компроментированными паролями в утечках, но и пытаться предотвратить компроментацию пользователя. Новый инструмент должен быть быстрее, выше, сильнее, более автоматизированный. Он должен иметь реал-таймовую статистику. Он должен иметь более качественный мутатор, покрывающий большинство степени модификации паролей, видов модификации пароль. Он должен позволять незамедлительно выставить блокировку, а также быстро переостановить ее при необходимости. Самое главное, что он должен являться единым хранилищем всех непристойных паролей. Это слабых, тех, что найдено в утечках, и тех, что обнаружено у пользователя в момент какой-то подозрительной активности. Самое главное, он должен считать хэш от пароля при аутентификации пользователя, или атакующего, и сравнивать его с хэшом в утечке, а не наоборот. Он должен решать проблему креденшал-стаффинга, а еще он должен быть масштабируемым и легко внедряемым в другие наши сервисы в рамках экосистемы ВК. Сразу наперед скажу, что на текущий момент наш новый сервис реализован на внутренних пользователях, а также на ВК-плее. Так мы пришли к созданию тоннелира. Тоннелир от момента идеи до реализации мы разрабатывали три года. Участвовало три разных команды, каждый отвечал за свой кусок работы. Совместными усилиями мы пришли к концепции двух хранилищ. Холодного для исходных данных и горячего для хранения хэшей всех непристойностей. Холодное хранилище решает несколько задач. Оно выполняет функцию хранения исходных списков файлов, администрирование и работу аналитика, а также имеет возможность поиска по утечкам для проведения расследования инцидентов. Горячее хранилище содержит три типа непристойности данных. Это хэши слабых паролей, пары логин-хэш, найденных в утечках, а также пары логин-хэш, которые были у пользователя в замеченном момент подозрительной активности. Например, явный взлом или рассылка спама. Тоннелир имеет веб-интерфейс, но уже минималистичен и содержит только необходимые данные. По QR-коду вы можете прийти на статью на хабре. Там много технической информации. Я сегодня затрону только верхушку. Схема работы с Тоннелиром выглядела следующим образом. Схема простая. Аналитик также выкачивает, адаптирует базу, затем заливает файлик с адаптированной базой в Тоннелир. Данные попадают в холодное хранилище. Валидная часть данных нормализуется, хэшируется и кладется в горячее хранилище. В этот момент данные находятся в режиме OFF и не считаются компрометирующими пользователя. После завершения прогона данные переходят в режим SHADOW. В этот момент аналитик может наблюдать, какое количество пользователей заэффекчено конкретно сейчас. И по специальному регламенту принимают решение о переводе базы в режим ON. Данные считаются уже компрометирующими пользователя. Пользователь идет авторизоваться. Его данные сверяются на наличие в горячем хранилище. Если данные скомпрометированы, то он получит блокировку. Еще хотелось сказать о том, что если мы понимаем, что база критическая, то мы можем сразу же после заливки файла указать, что она должна быть в режиме ON. То есть мы будем размечать сейчас всех тем, что они скомпрометированы. Или же если мы видим по графикам, что что-то пошло не так, мы можем незамедлительно перевести ее и в режим SHADOW обратно. Кроме всех изначально заложенных прелестей в новый сервис, что же мы получили? Tenlyr сверяет данные момента аутентификации. Тем самым мы можем отказаться от оффлайн-брутфорса, и мы не перебираем больше все данные в утечках, для того чтобы обезопасить какого-то конкретного пользователя. Информирование пользователя о том, что он находится в зоне риска, происходит непосредственно в момент его целевого действия. Тем самым мы увеличиваем конверсию в смену пароля и снижаем риск несанкционированного доступа. Мы принципиально работаем с базами аккаунтов, которые находятся только в открытом доступе, с утечками только из открытых ресурсов. И, конечно же, мы собираем не все. Именно поэтому у нас есть инструмент автоналития. Если мы заметили пользователя с подозрительной активностью, то его пароль мы положим в тоннелир. Теперь у нас есть база со всеми непристойными паролями, и мы можем обезопасивать новые реги и уже зарегистрированных пользователей, не давая им установить заведомо слабый пароль. Кроме всего прочего, тоннелир помогает улучшать механизмы работы с портфорс-атаками. Например, если тебя не трогают, но с таким паролем, как у тебя, в руте другого пользователя, он упрется в определенные лимиты, и при попытке входа с этим паролем к тебе сработает наш АБФ. Тема очень объемная. Повторю еще раз QR-код. Статья интересная, большая, в ней много технической информации. Пока вы переходите по QR-коду, продолжу. Кроме классического вида утечек, вида email-пароль, нередко встречаются утечки с хэшами. С ними мы тоже работаем. Для этого у нас есть отдельный сервис «Печка». Он также имеет веб-интерфейс. Аналитик также адаптирует базу, заливает файл в печку. Там она крякается. А по завершению кряка печка нас еще и уведомит об этом. Мы попробовали, не получили ничего хорошего и принципиально отказались от прогона по интернет-словарям. Мы используем словарь, сформированный у нас в тоннелире. Одну базу мы не крякаем больше трех суток. К этому мы пришли опытным путем. Процесс показал, что дольше не имеет смысла. И в целом у нас нет задачи покрякать всех хэши в базе. Есть задача максимально быстро обезопасить пользователей с наиболее слабыми паролями. Небольшая статистика по работе с печкой. При кряке соленых шей мы прогоняли весь словарь без мутаций. В одной из последних утечек, найденных нами из более 15 миллионов, мы смогли покрякать более 1,7 миллионов. При кряке не соленых хэшей с рулом рок-ю-30 тысяч в одной из последних утечек из 2 миллионов нам удалось покрякать 1,3 миллиона. Теперь у нас интерактив. Как вы могли догадаться, что тоннелир назван в честь коллекционера из вселенной Марвел. Коллекция нашего тоннелира — это скомпрометированные пароли. Предлагаю вам угадать, какие же пароли вошли в топ. Какой самый популярный? Да, да, все верно. Самый популярный — 1,2,3,4,5,6. Теперь перейдем немножечко к тому, как мы взаимодействуем с пользователем. Изначально я сказала, что блокировка… Мы выбирали из того, что есть. Блокировка была достаточно жесткой. И в моменте перехода на Танос мы уже облегчили меры и выделили свои блокировки. На текущий момент у нас есть 10 видов разметки пользователей. Некоторые виды блокировок имеют просто какие-то уведомительные, мотивирующие характер, но некоторые остались достаточно жесткие в плане принуждения к смене пароля прямо на авторизации. Все это помогло нам увеличить конверсию смены пароля в живой сессии до 3-5%, на авторизации до 76%. Перед вами один из наших мотивирующих попапов. Мы уведомляем пользователя о том, что его пароль или схожий с ним замечен в базах злоумышленников. Надеюсь, вы очень сильно захотели срочно поменять свой пароль. Перейдем к циферным значениям. Нами было в нашей коллекции у Тоннеллира в базе более 2 миллиардов уникальных пар логин-паролей, обнаруженных в открытом доступе. Как мы убедились, в массе свои пользователи предпочитают использовать одни и те же легкие пароли. И это доказывает статистика, что из всего найденного числа паролей только 2% использованы, у 50% логинов, встречающихся в базах. Я упомянула про credential staffing. И момент, когда мы стали прогонять, мы стали выкачивать, во-первых, все базы абсолютно, которые содержат и сторонние электронные адреса, и просто юзернеймы, логины, никнеймы, и прогонять их, мы получили пересечение с существующими пользователями у нас 65%. Про мутацию пароля. В среднем при прогоне базы без мутации мы получаем совпадение в 6,5%. Но когда мы мутируем пароль, это число увеличивается до 10%. Ну и вся эта огромная командная работа позволила нам за последние полтора года обезопасить более 2 миллионов пользователей. Спасибо. Так, ну что, перейдем тогда к вопросам. Коллеги, в зале у нас есть вопросы? Ксения? О, прекрасно. Микрофон в студию. Спасибо. Всем привет, меня зовут Иван. У меня есть животрепещущий вопрос, которым я сегодня задавался, раз уж мы про пароли говорим. В последнее время очень популярно мнение, что регулярная смена паролей не то чтобы полезна, а возможно даже вредит. Возможно у вас есть какая-то статистика, вы проводили какие-нибудь АБ-тесты и так далее. То есть что можете сказать на эту тему? Стоит ли регулярно менять пароль, как в корпоративном случае, внутри компании, либо личные пароли? Спасибо за вопрос. Он такой, наверное, немножечко даже философский, потому что мнения различны. Я же рекомендую, если вы получили какое-то уведомление от безопасности касаемо смены пароля, обязательно его сменить. Но я тут немножко с твоего позволения дополню. У нас вообще в рамках ВК, например, для наших пользователей ВК-айди мы никогда не пушим их регулярно менять пароль, если они поставили нормальный, хороший пароль, и мы его нигде не детектим, ни в каких базах утечек. Я, с стороны безопасности, подсвечу, что просто так вас уведомлять об этом не будут. Добрый день. Здравствуйте. Как известно, Танос планировал уничтожить 50% Вселенной. Соответственно, называя так продукт, вы предполагали, что 50% пользователей попадет в блокировку? Ну, собственно, к Таносу мы как раз и пришли в тот момент, когда мы понимали, что когда мы заливаем туда в него файл с утечкой, то происходит щелчок. Да, ну и, собственно, продолжили эту традицию с выбором названия уже в туннеллере. Здравствуйте. Михаил. Хотел спросить, вы когда ищете пароли, вы их прямо в исходном виде используете или хэши их используете при поиске совпадений в базах? Вернемся к схеме с туннеллиром. Мы разделили это на холодные для исходников. Они попадают туда, затем валидная часть нормализуется, хэшируется и кладется в горячее. Я правильно поняла? То есть при поиске вы не светите сами пароли? При поиске где? Ну вот по базам утечек. Внутри инструмента или вообще с внешней? То есть оно вообще никак во внешне никак не выходит, оно только вот внутри компании? Это да. Спасибо. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Такой вопрос. Продолжая вопрос про Таноса. Если уж мы щелкаем пользователей, то каких вы затрагиваете? Это ваш внутренний получается продукт или в том числе распространяется, к примеру, ну и в принципе на поле? Изначально мы разрабатывали его для борьбы, конечно же, на наших живых пользователей, но он внедрен и на внутренних тоже. Ну, корпоративный имею в виду и… И все пользователи Mail.ru. Все, спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо, Ксюш. Спасибо. Спасибо. Спасибо.